Стандартные налоговые вычеты. Гражданам, которые регулярно платят налоги государству, предоставляется возможность вернуть часть уплаченных средств в виде налогового вычета по НДФЛ. Таким образом, можно уменьшить обязательные платежи, не нарушая законы и не скрывая доходы. Данные права предусмотрены в Налоговом кодексе РФ, главном законодательном акте налоговой системы России. Общая система налогообложения в России. В настоящее время надзор за соблюдением законодательства РФ при сборе налогов, пошлины и страховых взносов ведет ФНС. Служба проводит регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, ведет контроль за работой и регистрацией кассовой техники. На торговых предприятиях, работой производств табачной продукции за своевременным внесением обязательных платежей в бюджет государства. Правовой базой ФСН является Конституция РФ, НКРФ, Федеральные Конституционные Законы, Федеральные Законы, Акты Президента Российской Федерации, Международные Договоры Российской Федерации, нормативные правовые акты Министерства Финансов Российской Федерации, а также положение о Федеральной Налоговой Службе. Главный законодательный акт ФСН. Основной задачей ФСН является обеспечение открытого и законного ведения бизнеса, соблюдение прав налогоплательщиков, организация своевременного поступления в бюджет всех видов налогов, предусмотренных НКРФ. Всего в нашем государстве установлено три основных вида налогов и сборов – федеральные, региональные, местные налоговые взносы. На заметку, к федеральным налогам относятся установленные в НКРФ взносы, которые являются обязательными для уплаты на всей территории страны. Региональные налоги действуют на территории отдельных регионов РФ. Устанавливаются они в соответствии с НКРФ и изданными на его основе региональными актами о налоговых сборах. Волномочия органов регионов, установленных кодексом, входит определение налоговой ставки порядка и сроков оплаты налогов. Местные сборы устанавливаются согласно положениям НКРФ и нормативных актов, изданных налоговыми органами муниципалитетов в пределах установленных полномочий. Действие их распространяется на территории соответствующих муниципальных образований. Вместе с высокоорганизованной системой сборов с населения государство оказывает поддержку физическим лицам, которые заключаются в возмещении части уплаченных налогов. Самый распространенный способ ее осуществления – это предоставление определенным категориям граждан прав на стандартные налоговые вычеты. Льготы налогоплательщикам Что такое вычет по НДФЛ? В специальной литературе данное понятие определяется как «сумма, уменьшающая налоговую базу». Если проще, то налоговый вычет – это возвращенная часть суммы ранее уплаченных налогов. Но в некоторых случаях уместнее применить первый термин «уменьшение налоговой базы». Так, например, лицам, имеющим право на данную выплату при определении размера налога на выигрыш сумма налога налоговая база будет уменьшена на размер вычета. Важно! Возврат осуществляется в размерах, установленных государством. Данный вычет не может превышать сумму уплаченных налогов за соответствующий налоговый период. Кому положены стандартные вычеты по НДФЛ? Данные выплаты положены в следующих случаях. Гражданин является налогоплательщиком регулярно. Платит налог НДФЛ в бюджет государства. Физическое лицо является резидентом РФ. Налоговые возвраты полагаются только при соблюдении вышеперечисленных условий. Соответственно, гражданам, которые освобождены от уплаты налогов, такие вычеты предоставляться не будут. Например, пенсионерам они не полагаются, так как они не платят подоходный налог. Статья 218 НКРФ содержит исчерпывающий перечень категорий граждан, кому предназначен стандартный возврат уплаченных налоговых сумм. В соответствии с социальным статусом меняется и размер компенсации. Размеры ее варьируются в пределах 524 тысячи рублей. Обратите внимание, стандартные налоговые вычеты по НДФЛ в сумме 3000 рублей ежемесячно предоставляются лицам, пострадавшим в Чернобыле и устранявшим последствия аварии на АЭС. Лица, принимающие участие в разработке и утилизации ядерных отходов до 1961 года, а также инвалиды ВОФ и военнослужащие, получившие увечья во время несения службы, тоже имеют право на получение данной суммы. На возврат 500 рублей от месячного взноса в бюджет имеют право Герой России и СССР, лица, имеющие Орден Славы, всех степеней, участники. ВОФ, лица, попавшие в блокаду Ленинграда, бывшие узники концлагерей, инвалиды 1 и 2 групп, инвалиды с детства, лица, которые были заражены лучевой болезнью или подвергнуты загрязнению в результате аварии на АЭС в Чернобыле, участники войны в Афганистане, супруги дети, родители военнослужащих, погибших во время исполнения военных обязанностей. Помощь государства родителям вычет на ребенка получат родители, усыновители, опекуны и попечители, на ждевении которых находится ребенок. Размеры выплат меняются в зависимости от количества детей и родителей, один или полноценная семья. Налогоплательщик, имеющий ребенка, может получить следующие суммы за каждый месяц 1400 рублей, за одного ребенка 1400 рублей, за второго ребенка 3000 рублей, за третьего и следующего малыша 12000 рублей, возвращается государством на каждого ребенка, являющегося инвалидом до 18 лет, обучающегося по очной форме и до 24 лет, за очное обучение ребенка инвалида 1 и 2 группы. Также данные суммы полагаются опекунам и попечителям. Разница только в том, что за обучение инвалида до 18 лет и инвалида 1 и 2 группы до 24 лет выплата составляет 6000 рублей. Родителям, воспитывающим детей в одиночку, а также усыновителям, опекунам, попечителям полагаются те же выплаты в двойном размере. Право на получение прекращается со дня вступления в брак этого родителя. Дополнительная информация Помимо стандартных вычетов, существуют также социальные, на учебу детей, за лечение и т.д. Имущественные покупка, продажа квартиры, автомобиля или другого имущества и профессиональные авторам произведения науки, искусства и т.п. Процедуры оформления налогового вычета Если в течение года данные вычеты не предоставлялись, то после окончания налогового периода смело можно браться за их оформление. Для реализации данного права нужно подать необходимые документы в налоговый орган по месту жительства. Важно! Если прописка отличается от постоянного места проживания, то подавать документы нужно по месту прописки. Постановка на учет осуществляется только по месту постоянной регистрации. Подача заявки включает следующие этапы По окончании налогового периода работник заполняет декларацию и подает документ для регистрации в отделение инспекции. Процедура подачи 3НДФЛ также доступна в ЕФНС-индивидуальном кабинете налогоплательщика. 3НДФЛ – это своего рода «заработный лист», в котором отражен доход за весь год, поэтому нужно будет предварительно знать полученную годовую прибыль при необходимости перевести ее в государственную валюту рубль. Далее работник заказывает справку в бухгалтерии по месту работы по форме 2НДФЛ. В ней отражено начисление и удержание подоходных налогов за тот год, за какой подается декларация по форме 3НДФЛ. Затем необходимо подготовить копии документов, подтверждающих право на получение вычета, например, свидетельство о рождении ребенка. Удостоверение Чернобыльцы ДР, закрывающая круглая скобка точка, работник предоставляет в ЕФНС по месту жительства заполненную налоговую декларацию, заявление на получение стандартного налогового вычета копии документов, подтверждающих это право. Также потребуются оригиналы личных документов. Документ, подтверждающий право на вычет в случае, когда необходимо вернуть излишнеуплаченные деньги по налогам то с декларацией. О доходах подается заявление на возврат денежных средств. Другие нюансы предоставления вычета. Если гражданин имеет право на получение нескольких налоговых вычетов, то применяется к оформлению права на большую сумму выплаты. Военнослужащие и военнообязанные граждане, принимавшие участие в устранении последствий аварии на АЭС Чернобыле в 1986-1987 годах, имеют право на получение нескольких вычетов, предусмотренных в стакане. 128 под пунктом 4.1 под пунктами 1 и 2.1. Обратиться за возвратом данных средств налогоплательщик может на основании заявления и документа, который подтверждает право на их получение. Оформление производит один из налоговых агентов, осуществляющий выплаты. Обратите внимание, если в течение одного налогового периода физическое лицо поменяло место работы, то при подаче декларации учитываются доходы, полученные на обоих местах. Справка 2 НДФЛ потребуется также с обоих мест работы. Кто не может стать получателем данных выплат? Выплаты полагаются категориям граждан, которые имеют определенный социальный статус, являются участниками боевых действий или ликвидации аварии АЭС в 1986 году. Но в стакане. 218 в пункте 1 прямо оговорено, что на получение выплат имеет право налогоплательщик. Граждане, не перечисляющие налоги, таким правом не обладают. К ним относятся пенсионеры, неработающие граждане, мамы в декрете, граждане, получающие доход за границей. Мамы в декрете не могут получать стандартный вычет. Стандартные налоговые вычеты по НДФЛ, положенные только налогоплательщикам, получить. Их выйдя на временной сумме можно по истечении текущего налогового периода Т.Е. За 2018 год заявление будет принято в 2019 году. Предоставляя право на стандартные вычеты, государство тем самым уменьшает налоговую базу, облагаемую НДФЛ, что немаловажно для населения. С заработком менее среднего начисления вычетов предусматривается только до того месяца, в котором годичный доход превысил сумму 350 тысяч рублей. Далее право прекращается до следующего года.